еще раз всем добрый вечер продолжим наше чтение я вывожу здесь на экран соответствующий лист перевода где-то здесь остановились я за этим листом не слежу так что вы если я его пример не переворачиваю то вы мне подскажите что все русский текст почек пора листать дальше значит мы вкратце да что мы видели пока что на этих двух собственно прочитали полтора листа меньше и то что мы видели кому задает какие-то вопросы к мишне эти вопросы вроде бы носят характер филологический и с помощью прояснения этих филологических нюансов на самом деле формулируются какие-то идеи относительно того что из себя представляет собственно говоря вот этот акт приобретение женщины для освещения женщины и остановились мы на фрагменте где есть высказывание раби шимона которая как мы понимаем из контекста довольно странная но из контекста немножко так сказать выпирает не совсем согласуется с контекстом и в этом высказывании формулируется идея о том что мужчина обычно ухаживает за женщина а не наоборот приводится еще и притча да что если кто-то потерял некая потеря произошла кто ищет потерю потеря ищет хозяина или хозяин ищет потерю конечно хозяин ищет потерю ну и мы в прошлый раз уже говорили о том что вот это не некоторая странность вопиющая с тем что высказывание раби шимона не вполне отвечает той логике которая собственно говоря здесь развивается говорит о том что нужно обратить на это особое внимание мы обратили на это особое внимание ну и идея которую я предложил у нас стоит в том что здесь в очередной раз нас подталкивают к тому чтобы мы рассматривали это не только как бытовую историю но и как некую метафору ну а метафора которая почти самого начала в талмуде возникает это метафора отношений между богом и народом израиля например или что израилем и торой или между богом и торой да или между израилем и землей израиля то есть вот эти этот так сказать узел взаимоотношений треугольник можно назвать четырехугольник как угодно они на самом деле эти отношения метафорически отражаются или репрезентируются в вот в этом самом акте акте приобретения женщины освещения женщины в акте мы бы сказали женить бы брака и на этом мы собственно говоря закончить по моему до прошлый раз я не помню может быть мы прочитали чуть чуть дальше может быть и нет любом случае прочитаем теперь вот она высказывает на русском языке да вот я показываю вот она его выделил мы его прочитали перешли сюда и вот здесь нам видите говорится и мар возвращается к мишне о дворике у которого наблюдаются какие-то истечения и вот эти самые этот эпизод эпизод человека с истечениями которые приводился опять же вроде бы этот пример приводился исключительно исходя из языковых каких-то аналогов но возможно что здесь есть не только языковые аналоги сейчас сейчас увидим значит возвращаемся к вот этой парайте лешне точнее да где говорится о том что бешива драхим бот ким это зав семью особами семью путями буквально проверяют вот этого человека которого есть истечения имеется ввиду что проверка которая должна привести к тому что он будет признан и в том же духе что и раньше говорит литный дворим почему здесь речь идет про драхим брахим это пути а дворим это вещи да почему не сказать не сформулировать это с помощью слова дворим сказали бы что с помощью семи вещей а не семи путей проверяют этого самого текучего человека у которого есть истечения ну и нам ответ дается довольно странный говорится о том что используется именно слово дэрэх путь а не слово товар потому что заодно здесь есть намек на то что путь чрезмерного чрезмерного поглощения еды приводит к истечениям ну и точно так же как и путь чрезмерного питья тоже приводит к истечению на самом деле получается какая связь связь такая что само слово дэрэх выбрана потому что на самом деле известны также и пути приводящие собственно говоря вот этому самому этой проблеме истечения мы бы сказали прошу проблема истечения она вроде бы совершенно другая на том что человек неправильно питается да правильно пьет да здесь не сказано что он собственно говоря пьет но но так или иначе получается да мы бы сказали что это может какие-то распущенность половая там предположим да приводит к каким-то заболеваниям которые сопровождаются вот этими самыми истечениями а нам здесь говорят о чрезмерной идее чрезмерном питье которая приводит от такого рода негативным последствия на эти негативные последствия выражаются в том что у человека значит что-то такое течет и все на этом собственно говоря там этой проблемой как бы заканчивает и вроде бы больше ничего нам про это не говорит мы помним да что когда речь заходила про женщину по слово дырых нам объясняли что она используется почему потому что в некоторых случаях да то есть например когда речь шла войне то говорилось о том что почему слово дырых используется в мужском роде потому что мужчина обычно ведет войну они женщины поэтому там слово дырых мужского рода других там случаях ну может быть и женского рода или например когда нам говорили про вот эту ту же самую барай туда с этим стечением то говорили о том что почему там используется слово дырых потому что путь мужчины быть проверяемым а не путь женщины быть проверяем почему путь женщины не быть проверяемой потому что в принципе в принципе у женщины есть регулярные истечения на то есть месячные поэтому собственно говоря ее нечего проверять а вот мужчину если у него такое случается то его как раз проверять можно ну и отсюда вот это использование 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 слова дырых а теперь нам говорят что использование слова дырых вот в этом в этой мишне где проверяют мужчину семью способами связано с теми путями которые приводят его к истечению ну и опять же да удивительным образом говорится о том что к этим истечениям приводит излишняя еда и чрезмерная еда и чрезмерное питье ну посмотрим может быть этот мотив каким-то образом еще сыграет пока он совершенно не ясен да зачем собственно говоря здесь это появилось замечание но появилось понятно по таким причинам потому что приводили собственно говоря эту барайту и гемара как бы толмуд вернулся к этой барайте и еще что-то по этому поводу сказал но в нашем контексте что это собственно говоря значит да не очень понятно ну дальше есть еще целый ряд ну не это два на самом деле два не очень понятных высказывания непонятно каким образом они вписываются в наш контекст формально понятно а содержательно не очень а именно загады это нам вот мы учили тоже в мишне в другой мишне мишна из трактата бекурим там говорится следующее этрок шавели илан бешлуша драхим этрок это знаете да цитрусовое а илан это дерево и нам мишна говорит что этрок сопоставим с деревом в трех в трех случаях можно было бы перевести да бешлуша драхим именно драхим используется снова слово путь дырых то есть тремя путями этрок похож на дерево причем непонятно что имеется в виду плод или имеется в виду само дерево на котором растет этрок да можно сказать что дерево на котором растет этрок это может быть не совсем дерево но говорится о том что в трех моментах можно было перевести да посмотрим здесь переводится как равен тремя путями здесь переводчик просто решил буквально перевести да тремя путями ну правда в скобках пишут в трех отношениях подобен плодовому дереву ну и наш палмуд снова задает тот же самый вопрос да почему используется слово дырых а не слово давар почему не сказать тремя вещами похож на плодовое дерево а не не использовать слово дырых и ответ такой мишун дыба инам матны и сейфа улиярак бедырых эхат а на плод земли да то есть или на траву условно да то есть ерек вообще так говоря ерек это это ерекот это вообще так говоря овощи да то есть на овощ или на то что связано не с деревьев да у нас есть плоды деревьев деревьев перот они обычно называются да плоды деревьев перот а плоды ну кустов или чего то что растет из земли называется ерекот то есть ерек ну и вот мишна в трактате бекурим говорит о том что етрок он в трех отношениях похож на плодовое дерево а в одном отношении похож на овощной куст можно было бы так сказать и ответ получается какой ответ ответ такой что поскольку последняя строчка говорит о том что он похож на плод вот одним значит каким-то качеством и там используется слово дырых то поэтому собственно говоря и в начале тоже употребляется слово дырых а не слово довар у нас естественно возникает вопрос да почему бы не и в конце не сказать тоже довар так и так и пришло и здесь объяснение такое что я прокручиваю не говорите мы теперь перешли на эту страничку так вот в конце нам говорит талну что в конце этой мишны говорится о сравнении и трога с овощным кустом или с овощем используется используется слово дырых почему потому что путь и трога он как путь овоща а именно он растет или путь его расти на воде и в тот момент когда ты его собираешь это есть его наиболее так сказать его пик он достигает своего пика здесь буквально богатство да он достигает тогда когда ты его срываешь и и трог точно так же ну во первых это конечно отдельная история по поводу того что значит да что здесь имеется ввиду под этим самым овощем все ли овощи действительно растут на воде и в тот момент когда ты их собираешь это самое-самое оно не очень понятно то есть не очень понятно о каком овоще идет речь потому что овощи железные бывают но предположим да отвлечемся сейчас от собственно говоря реалии предположим что это так да то есть вот это сравнение сравнение и трога с овощем оно на самом деле связывается да связывается с путем роста поскольку про рост нельзя сказать товар то есть вещь нужно сказать путь да и вот этот путь который проделывает и трог нам так объясняют да путь как проделываем и трогом он похож на путь проделываем и овощем и поэтому используется слово дыра а в начале и когда сравнивают с деревьев с плодовыми деревьев и трог то там можно было бы сказать дворин да то есть он в трех отношениях похож ну а можно было бы не употреблять слово дырых а употребить слово довар но из-за того что в конце мишины говорится дырых а там в конце мишины как мы поняли теперь говорится потому что он растет как бы таким вот образом да похоже на путь роста и трога похож на овощной поэтому собственно говоря в этой мишине употребляется слово дырых ну вы видите да здесь есть подробное объяснение оно основано на комментарии раши что там на самом деле речь идет о десятине да и разница между овощами которые называются плодами земли да и фруктами которые плоды деревьев заключается в том что год урожая овощей устанавливается по сроку сбора а год урожая фруктовых деревьев устанавливается по сроку завязи деревьев да и поэтому собственно говоря сама мишина зачем она рассуждает о том что делать цитрогом потому что и трог оказывается как бы вот в таком не очень ясном положении с этой точки зрения да то есть когда я срываю и трог и должен принести десятину то вопрос возникает я его рассматриваю как овощ и тогда значит обязанность отделить десятину отсчитывается от определенного периода или я его рассматриваю как плодовое дерево и тогда этот срок несколько иначе определяется но понятно что как бы вот эти все нюансы логически связанные с отделением десятины и с вот этим промежуточным положением и трога они ну как бы не очень понятно какое имеет отношение к нам можно опять же сказать что по простому да простому у нас талмуд начал выяснять вот эти драхим двари да то есть сравнивать вот эту самую филологическое использование слово дэрэх путь или наоборот давар да и поэтому прошелся по нескольким трактатам в частности вот трактат бекурим сейчас и об этом собственно говоря идет речь но если мы присмотримся к неким не логическим подробностям да собственно говоря к самой модели модель здесь оказывается какой модель оказывается такой что есть нечто в данном случае и трог и трог он оказывается в каком-то неясном положении да то есть есть некая неясность вот этот неясный в данном случае плод который непонятно отнести его к овощам или отнести его к наоборот к плодам он вынуждает он вынуждает нас говорить о он вынуждает нас говорить о путях то есть пути в каком-то смысле получается что пути сопровождают прояснение неясности статуса да то есть вот этот статус и трога не очень понятно он проясняется за счет самого понятия путь понятия процесс да то есть вообще-то говоря почему могли бы дать сейчас обобщенно представить эти все эти споры про драхим и дворим что такое дырых дырых это путь путь это процесс товар это некий факт то есть это некая фактично возникает вопрос что важнее для определенного рода закон важнее процесс или важнее факт наличие каких-то но статичных параметров для определения вот неважно какого да в данном случае мы не входим в нюансы хотя они у вас написано да эти нюансы определения того какого типа десяти не отнесу и трог и так далее важно не это важно то что здесь вот это промежуточное положение и трога она связывается с процессом и оказывается процесс важнее да процесс важнее чем фактичность определенная начинается все с чего начинается все с того что про женщину мы говорим да что она приобретается тремя путями и мы могли первый вопрос почему там него не употребляется слово дворим точно так же как и с человеком у которого происходят истечения почему не используется в этот самый фактичный да то есть по сути дела получается что там вот приводит целый ряд примеров целый ряд примеров где некая неустойчивость определяется с помощью процесса не с помощью фактичности а с помощью процесса теперь эти примеры если считать что они не приведены просто так ну случайно да поскольку начали уже говорить сравнивать ну сравнили это сравнили то сравнили то и так далее если считать что они приведены как бы не случайно то тогда получается что они эти примеры они в каком смысле дают свою проекцию проекцию на, собственно говоря, основную тему, на тему вот этого самого статуса женщины, то есть приобретения женщины. Я бы теперь мог сказать, исходя из вот этих, казалось бы, не имеющих отношения к делу примеров, отношения, то есть вот этот статус женщины, который она меняет, следует воспринимать как процесс, не как факт, а я мог бы воспринимать как факт, правда же, то есть женщина вышла замуж, факт. А если используется слово Драхим, то я говорю о том, что на самом деле статус женщины в каком-то смысле так же, как статус Итрога. Итрог является чем-то, что, в общем, находится в не очень понятном положении. То ли это овощ, то ли это фрукт. Ну и, условно говоря, можно было бы сказать, что и женщина, приобретаемая женщина, она находится в некотором неопределенном статусе. Эта неопределенность, нужно ее прояснять, в чем она выражается. Овощ, фрукт в кавычках овощ или в кавычках фрукт. Но, тем не менее, это некий, поэтому, поскольку здесь есть некая неопределенность, то необходимо использовать слово ДРХ, которое указывает на процесс, а не некую фактичность. Если возвращаться к нашей метафорической подоплеке, то, естественно, возникает следующая идея, что вот эта женщина, приобретаемая народ Израиля, приобретаемая Богом или освящаемый Богом, это на самом деле процесс, это не одноразовый акт. Это процесс, и если это процесс, который в том числе связан с неопределенностью, то эта неопределенность может в данном случае выразиться в чем? Является ли народ Израиля, собственно говоря, невестой, женой Бога, или не является? Является ли жена, или нельзя ли сказать, что женщина, будучи женой, на самом деле тоже находится в некотором неопределенном состоянии. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. У нас есть в трактатике, в каком из трактатов, в одном из трактатов из Седера Нашим, сейчас не помню, в каком, по-моему, в Евамот, у нас есть такого рода рассуждение. Значит, есть высказывание, что женщина хуже смерти. Да, это высказывание из Каэлита. И есть высказывание относительно того, что на самом деле ничего лучше женщины нет, она там защищает мужчину и так далее, является его стеной и так далее. И там есть такое любопытное высказывание, которое, в общем, стало крылатым, более-менее. Когда человек женится, то есть два варианта – Моце или Моца. Что значит Моце или Моца? Моце – это находишь, а Моца – это нашел. Вот одно из них свидетельствует о том, что нашел настоящую женщину-подругу, которая является тем самым, той самой подмогой, про которую сказано про женщину, что она будет эзер-кэнэгдо. Вот эта двойственность. У нас вот мы и в этом стихе, где говорится о том, что женщина должна быть эзер-кэнэгдо, она тоже в мудической литературе рассматривается как кэнэгдо. То есть если он удостоился, заслужил мужчина, то она его помощник, подмога. А если не заслужил, то она кэнэгдо, против него. Эзер-кэнэгдо – это немножко странное выражение. Как бы помощник напротив него, не его помощник. Как эзро, например, или эзер-шеллоу, может быть, как-то так сказать. Говорится именно эзер-кэнэгдо. То есть на самом деле получается, что есть такой мотив в коммунистической литературе, но он, в общем, более-менее понятен, что жена, супруга, она может обернуться, в общем, двумя сторонами. И вот эта неопределенность, неопределенность – это не неопределенность статуса, в каком-то смысле, как правит Рок спрашивает, но, тем не менее, эта неопределенность существует. Она, возможно, существует и на метафорическом уровне. То есть является ли народ Израиля женой прелюбойдейкой, предположим, или женой, которая является помощником. И на вот эти мысли, которые могли бы у нас и не возникнуть, наводят как раз вот это рассуждение, которое, казалось бы, вообще не имеет никакого отношения к делу. Ну, и Трок, и Трок. Причем здесь и Трок? Зачем нам рассказывать про и Трок? Но, всмотревшись как бы в эту модель, мы говорим, что, да, есть некий статус неопределенности. Статус неопределенности, он в конечном счете оказывается связанным с процессом, а не с фактом, не товар, а дырых. И тогда получается, что и проецируя это на основной мотив приобретения женщины, мы говорим, что и там тоже важен процесс. Этот процесс в каком-то смысле сопряжен с этой самой неопределенностью. Потому что это неопределенность. Здесь речь идет о процессе, а не о факте. Вопросы. Женщина озамуживается, говорит Илья, ну да, озамуживается. И был вопрос про излишнее питье и излишняя еда. Может быть, надо понимать это метафорически, но что означает эта метафора, пока нам не очень нет. Вот такое добавление маленькое, ну это так, на ходу, как говорится. Эзер кенек до, эзер я до. Значит, есть как бы таких два варианта. То есть тогда получается, что суть заключается в эркенек до, она помогает ему в том, что он не делает. То есть он не может родить ребенка, он не дает первичное воспитание, он не занимается хозяйством домашним, не ведет дом и так далее. То есть имеется в виду, что тогда можно понимать, что кенек до это, значит, в том, что он не делает. Она помогает в том, что он сам не делает. То есть у него другая работа, а у него другая работа. Но все это связано с семьей. Просто такой момент. Ну, может быть, я не очень, правда, понял. Понятно, что кенек до, значит, против него. В каком смысле против него? Ну, можно, конечно, понять, что это просто речь идет о разделении труда. Но Медраж говорит, что это не о разделении труда. То есть это не то, что они параллельны. Он занят своим, она занята своим. И тогда, собственно, нет проблем. А Медраж, ну, известно, Тарараш цитирует, именно рассматривает это как проблему определенную. То есть что может обернуться так, а может обернуться это. Вот эта неопределенность, она здесь как раз, мне кажется, важна, потому что о ней сложно не вспомнить. Да, если мы помним про вообще неопределенность вот этого. Понятно, понятно. Само, что хорошо было. Я просто говорю, что как бы на фоне чего это может быть, да, то есть выбран такой вот вариант. Но, в принципе, может быть и другой. Не, ну, может быть, да, но, ну, да. Илья, да, пожалуйста. Да, у меня просто маленький комментарий, аналогия с намужеством. Как жена. Мне кажется, здесь и на процессах нам указывает, и на какую-то даже сопутствующую тревожность. О чем я? Мы находимся в постоянной, в состоянии постоянной незавершенности. То есть самопроцессность предполагает, что это как бы растянутый во времени и, скорее всего, даже не имеющий финиша. И если сравнивать с женой, то есть, условно, до конца ли она стала, прочувствовала, там, изменила свои привычки, то есть статус у нее все окей, замужняя. Но до конца ли она перешла в новое состояние, и, возможно, это будет продолжаться всю ее жизнь. И там, там, после ее смерти мы не сможем себе ответить, а полностью ли она была с нами или вспоминала свою до замужней жизнь. И с народом Израиля в таком случае такая же тревожная ситуация. То есть какой бы путь мы ни прошли, мы всегда можем задать себе вопрос, а насколько мы, условно говоря, замужем за, в данном случае, Господом. То есть и это постоянное, лично у меня рождает постоянное чувство тревоги, потому что все время нужно оборачиваться и задавать себе этот вопрос. Ну да, совершенно верно. То есть так оно и есть. Я, собственно, это и сказал, но немножко другими словами, но об этом и идет речь. Но, казалось бы, я хотел что подчеркнуть, что, казалось бы, когда мы читаем этот текст, здесь нет ничего тревожного, в общем-то. Ну и трог, ну хорошо, и трог, либо овощ, либо это. Есть там рассуждения в какой-то мишне, в трактате «Бе кури». Какое это имеет отношение? Вроде бы никакого отношения. Но, тем не менее, да, это дает вот этот самый отзвук, этой самой тревожности. Ну, естественно, что ее можно было бы почувствовать, собственно, в тот момент, когда Таумуд спросил, а почему Драхим? Почему не сказать «Дварим»? «Дварим» – это все вот, «Двар» – все решили, решили. А Драхим – это путь. Почему выражено так, а не иначе? Ну и следующая мишна, которую тоже приводит Талмуд, и, в общем, более-менее понятно, почему, тоже из трактата «Бе кури», где говорится о неком существе, называемом «Кой». Здесь никак, наверное, не перевели. Да, у «Коя», видите, «Кой». Потому что это непонятно, что это такое. «Кой ешбудрахим шавы лихая, в ешбудрахим шавы лихая у лихигима, в ешбудрахим шавы лихая у лихигима, в ешбудрахим ши ино шавы лолихая у лихигима». «Кой» – какое-то существо, о котором в Мишне, в трактате «Бе кури» говорится, что у него есть пути, равные животному, и есть пути, равные скотине. То есть здесь различие между «Хая» и «Бегима». «Хая» – это просто дикий зверь, животное, а «Бегима» – это домашнее животное, скотина. И вот у него, значит, есть пути, почему-то сказано, почему-то сказано тоже. Пути такие и пути сякие. То есть чем-то он похож на этого, чем-то похож на этого. Но про него еще сказано то, что есть у него нечто, что похоже и на то, и на другое, а есть нечто, что отличает его и от того, и от другого, и от зверя, и от скотин. Неопределенность еще более широкого плана, и непонятно, что, собственно говоря, с ним делать. Ну, видите, здесь приводится опять же комментарий Раши, да, кой – это кошерное животное, неясной природы, то ли домашнее, то ли дикое. После того, что я проговорил, наверное, понятно, да, что вот эта неопределенность, она тоже может понятным образом проецироваться на, собственно говоря, нашу тему. Но и здесь тоже Талмуд задает вопрос. Нитный дворим? Почему бы не сказать там дворим, а не драхим? Виту гатнам зо ахатминадрахим шишаву гитейнашим ли шихрурая вадим? И неожиданно добавляет Талмуд. А еще к тому же, вроде бы переходя совершенно на другую тему, есть смешно, уже в трактате «Гитин», который говорится о том, что вот один из путей, которым разводное письмо до женщины равно документу, освобождающего раба. Видите, вот это настойчиво «вэтуло», «а еще и», да, то есть вот эти трог и это животное, понятно, да, растительный мир, животный мир с его неопределенностью вроде бы, да, и тут нам говорят, а вот, пожалуйста, еще. И что еще? А еще, оказывается, речь идет уже о разводе. Развод женщины, разводное письмо женщины в чем-то похоже на письмо «освобождающая раба». И там тоже используется слово «драхим», а не слово «дворим». Не одна вещь, по которой это различие проходит, да, или точнее сравнивается, да, то есть есть нечто общее между ним. И ответ не, может быть, на Мишну про Коя, а Мишну про вот это самое разводное письмо, и письмо «освобождающая раба». Ответ такой. Везде, где есть спор, мы учим «драхим», а там, где нет спора, мы учим «дворим». Ну, и здесь, наверное, нужно сказать еще один момент о принципе языка Талмуда. Те, кто с нами давно, я уже озвучивал это не раз. Формулировки в Талмуде, они очень часто оказываются формулировками, имеющие двойной смысл. В каком смысле двойной смысл? Буквальный и небуквальный. Технически, например, да. То есть если читать здесь буквально, буквально, то получается, что там, где есть спор, то значит «драхим». И в том контексте, о котором я говорил, получается, что где есть, вообще-то говоря, некая ситуация спорная, то это процесс. А если нет спорной ситуации, то это факт. Ну и нормально, да, это очень даже понятно. Но технически здесь имеется в виду другое, да. То есть вроде бы имеется в виду то, что если спор, какой спор? Не спор между, например, мужчиной и женщиной, как можно было бы понять, да, если буквально. Спор мудрецов, мудрецов относительно статуса, там, Эйтрога или вот этого Коя и так далее. Если есть спор, то тогда между мудрецами, тогда «драхим». А если они не спорят, тогда «дворим». Ну вот это слово «плукта», видите, да, оно используется и так, и так. То есть я могу понять это выражение и в широком смысле, то есть там, где есть вообще наличие спора или, вообще-то говоря, что такое «плукта»? Слово «пелик». «Пелик» – это разделение, да. Например, «дор-офлага». У нас вот это поколение Павилонской башни называется «дор-офлага». Почему? Потому что они были разделены. Так вот, «плукта» – это, вообще-то говоря, разделение. Ну, собственно говоря, слово «махлокит», оно в каком смысле тоже… Потому что «хелик» – это часть, да. Это когда целое как бы разбивается на части, получается «махлокит». Но, тем не менее, есть некоторая разница между «лифолег», то есть разделиться, да. «Мифлага», например, «мифлага» – это партия, да. Партия – это как бы вот такие различия, имеющие как бы некое определенное. «Махлокит», да. «Махлокит», в общем, тоже можно сказать, да. То есть это взял один «хелик», а это взял другой «хелик», вот у него «махлокит». Но «махлокит» подразумевает целостность, шлемут, шалом «плукта», может и не подразумевать. Хотя арамейское слово «плукта» часто является просто переводом слова «махлокит», видите, да. То есть это близкие очень понятия, но, тем не менее, есть определенные нюансы. И поэтому у нас получается такая ситуация, что я могу прочесть эту фразу как бы глобально, то есть там, где есть разделение, там процесс, а там, где нет разделения, там факт. И это нормально совершенно звучит. А с другой стороны, опять же, следуя комментарию Раши, ну и более адекватному с точки зрения контекста по чтению, я могу сказать, что если мудрецы спорят об этом, то тогда используется слово «дерех» – путь. А если мудрецы не спорят, то нет. И вот эти два смысла, они сосуществуют. То, что произошло с комментаторской традицией Талмуда, которая возглавляет, в общем, в каком-то смысле возглавляет Раши, который является, ну, как бы таким отцом комментаторов, хотя были и до него комментаторы, да, и были сефарские комментаторы, такие как Рабейну Хананель, например, да, и до него был Рабейну Гершем. Но в силу, сейчас не будем входить в тех или иных исторических обстоятельств, Раши стал, как бы, в каком-то смысле базовым комментатором Талмуда. И не случайно вот это издание, которое мы с вами, которым мы пользуемся, было решено издателями, значит, редактором просто все вот эти дополнительные, как бы, объясняющие моменты, просто взять у Раши и так далее, потому что это базис. И то, что произошло, произошло следующее, поскольку Раши определенным образом направляет прочтение в определенное русло, то вот эта многозначность самого языка Талмуда, которая в некоторых случаях, она просто вопиющая, он как раз от этой многозначности уходит, он дает возможность максимально просто понять вот то, что происходит. И тем самым вот эта многозначность, она как бы испарилась, уже никто на нее внимания особо не обращает. Не обращает внимания на то, что здесь можно понять именно, ну, просто как написано. Если есть разделение, если есть возможность вот этого разделения, тогда процесс, а если нет, то факт. Это само по себе, да, абстрактная и очень понятная, очень понятный тезис. Ну, хорошо, это было замечание в копках по поводу языка Талмуда. И дальше нам говорится следующее. И снова Талмуд возвращает нас к Итрогу, где в конце той мишны, которая была процитирована про Итрог, Раби Лейзер говорит, что Итрог полностью соответствует во всех своих качествах, он соответствует этому самому плодовому дереву, а не овощу. Тогда получается, что некоторые считают, что он сомнительный, а Раби Лейзер считает, что Итрог, нет никаких сомнений относительно него, он просто во всех отношениях, правда, он снова использует слово «дерых», и вот во всех отношениях он является плодовым деревом, снова используется процессуальность определенная, а не фактичность. Почему? Теперь уже другое объяснение. Потому что есть по этому поводу спор. Спор какой? Спор уже между мудрецами. То есть даже если не сама вещь, извиняюсь за тавтологию, не сама вещь, а какой-то случай конкретный, он является случаем процессуального характера, которому свойственна разделенность там и так далее, которому свойственна некая неустойчивость, не только вот эта природа той или иной вещи, но мы могли бы сказать женщины, Итрога, вот этого коя непонятного, истекающего мужчины. Не только сам статус является таким, не статус, нет, статус плохое слово, а его сущность является вот такой вот разделенной и требующей процесса, но и рефлексия по этому поводу. Рефлексия по этому поводу какая? Рефлексия мудрецов. То есть если мудрецы Талмуда рефлексируют по этому поводу так, что между ними нет согласия, то это тоже свидетельствует о том, что та или иная сущность является неопределенной. Она не является неопределенной, может быть, не по своей природе, она является неопределенной в силу того, что мы не определились, как ее воспринимать. И получается, что эта неопределенность бывает как бы двух сортов. И процессуальность тоже. Тогда получается, что используется слово Дерех когда? Тогда, когда наша рефлексия по поводу того или иного явления, она является необретшей консенсусом. Получается, вот два момента, на которых мы могли бы думать, что же влечет за собой эту самую процессуальность, неустойчивость и неясность. Ну, хорошо, и после этого у нас возвращают снова к Мишне. Миньяна Дерейша, Лемиута и Май. Так, я пролистаю, да, у нас теперь мы куда перешли? Вот, вот здесь, смотрите, вот этот кусочек. Видите, нам здесь пишут, ну, издатели Гемара отмечают, что в начале Мишне приведено число 3. Женщина приобретается тремя путями, а после этого перечислены все способы приобретения. Зачем это число приведено, если и без него видно, что способов 3? Ну, это в каком смысле помогает, но не совсем точно, да, то есть, потому что Гемара задает немножко другой вопрос. Она задает вопрос, что это самое число 3 исключает. То есть, почему именно 3? Не потому что у нас дальше есть перечисления из трех, даже если бы не было подсказано слово 3, мы бы видели, что их 3. Почему 3, а не что-то еще, да, то есть, по-видимому, может быть, существует что-то еще, да, почему приведено именно 3? То есть, это должно что-то исключать. Что это исключает? Ну, и то же самое можно спросить о концовке Мишны, да, то есть, оно приобретает себя двумя путями. Что это исключает? Что бы мы могли подумать? Чем нам говорится про 3 пути или про 2 пути? Если говорится про 3 или про 2, то, по-видимому, мы могли бы подумать, что их больше. И вот что, собственно говоря, исключается, это и есть, собственно говоря, вопрос, который задает Талмуд. Он очень часто, на самом деле, в анализе Мишны, языка Мишны Талмудом, это очень часто, да, то есть, что тот или иное, то или иное выражение, что оно исключает, или, наоборот, что оно в себя включает, да, то есть, есть ли рибуи, ли меутай май, или рибуи май, что это пришло увеличить, или что это пришло уменьшить. Ну, вот здесь такой вопрос, и ответ на него. Уминьяна дайраиша, ли меутай купа. То есть, вначале говорится о трех, потому что нам хотят сказать, что сюда не входит еще один возможный вариант, который мог бы нам прийти в голову, это хупа. Хупа – это что? Свадебный балдахин, да, то есть, можно было бы сказать, что женщина приобретается четырьмя путями. Вот все перечислены, плюс свадебный балдахин. Кладу на три, чтобы исключить этот самый свадебный балдахин. И почему, собственно говоря, нам подчеркивают это? Потому что есть мнение равагуны, ли равгуна, де амар, хупа, кунами, кальвахуны, ли меутай май. А с точки зрения равагуны, который говорит о том, что хупа, тем более, является способом приобретения женщины. То есть, он говорит, что не нужно, здесь не упомянули хупу, не потому что хупа не является таким способом, а хупа, мы можем просто ее выучить, исходя из вот этих трех вещей, мы можем выучить, что хупа тем более должна быть способом приобретения. Отдельный вопрос, почему? Почему тем более? Может быть, потому что, значит, под этим самым свадебным балдахином происходит там определенная процедура, которая, в общем, на самом деле, по крайней мере, в сегодняшней практике, включает в себя вот этот самокинья, то есть, надевание кольца, это же, собственно говоря, передача в каком смысле какого-то денежного эквивалента. Неизвестно, да, то есть, здесь это отдельный вопрос. И Раши в данном случае тоже не комментирует, он говорит, что мы про это все увидим дальше. На пятом листе будет про этот разговор про хупу. Ну и мы тоже с вами сейчас не будем вдаваться тогда в подробности того, почему именно хупа является как бы тем более способом приобретения, если деньги, если штраф, то есть документ, если половой акт является то хупа, тем более. Ну, возможно, просто потому, что это такой как бы наглядный акт, где жених и невеста оказываются под сенью чего-то одного, и тогда, ну, в общем, как бы достаточно для того, чтобы считать женщину приобретенным. Но Талмуд задает вопрос с точки зрения Рава Гуны, который считал, что хупа тоже является таким способом, то есть не все считали, некоторые считали, что как раз три, чтобы исключить хупу. То есть хупа не является способом приобретения. Рава Гуна, говорит, является способом приобретения. Теперь Талмуд спрашивает с точки зрения Рава Гуны, если хупа является способом приобретения, то зачем же здесь говорится три? Что оно исключает? И ответ такой. И вот это тоже очень распространенное выражение в том моде. Салка да ата хамина. То есть, скотчет тебе в голову сказать буквально так. И вот, если бы вскочило тебе в голову сказать, то есть, с точки зрения Равауны, исключается так называемый халифин. Что такое халифин? Слово халифа, леахлиф, леахлиф поменять. Есть способ приобретения, который так называется. Что это такое? Я прихожу к своему товарищу в деревню и говорю, хочу поменять своего осла на вот этого твоего быка. Хорошо, давай, он говорит, мы в нем, я не знаю, я взял пример. Бык, наверное, лучше, чем осел. Но, возможно, что бык уже старый, а осел, наоборот, молодой. Ну, неважно, да. То есть, я могу, собственно говоря, произвести вот этот самый, приобрести там животное или, может быть, и недвижимость какую-то, да, не за счет того, что я плачу какие-то деньги и не совершаю какую-то покупку, а мы договариваемся об обмене. И вот этот самый обмен, он тоже является одним из способов приобретения, который обсуждается в соответствующих трактатах о имущественных взаимоотношениях. И Талмуд здесь утверждает, что, согласно Раву Гуни, который считает, что Хупа, тем более, является способом приобретения, то эти три перечислены здесь для того, чтобы исключить вот этот самый способ, который является обменом. Обменом на что? Вы спросили, что значит обменом. Ну, обменом на что? То есть человек, у нас же деньги есть, да, то есть с помощью денег приобретается, он дает ей деньги, говорит, ты от Атмы Кудеши, ты, значит, мне посвящена, или не кнет, ты приобретена мной, вот деньги. А что значит халифин? Халифин, я мог бы сказать, у меня там, не знаю, ларец золотой стоит дома, вот он будет твоим. Я ничего не даю, да, я просто говорю, что мы меняемся, ты становишься моей женой, то есть приобретением моим, или освещенный для меня, отделенный от всего остального мира для меня, а этот самый сундучок, который у меня там стоит, он будет твоим. Вот халифин, мы как бы поменялись. Так вот, Равгуна говорит о том, что вот эти три, они, три перечисленных способа, они перечислены потому, что хотят исключить такого рода способа. А такого рода способ у меня мог бы возникнуть, почему? Потому что, ведь, собственно говоря, само приобретение женщины учили, как мы помним, в самом начале нам сказали из стиха, где говорится о взятии поля, да, киха, лакахат, киха ишиша сравнивается с тем, как Авраам покупает поле. И поскольку приобретение женщины сравнивается с приобретением поля у Фрода, да, то есть, на самом деле, могилы, то можно было бы сказать, что так же, как поле, можно приобрести с помощью вот этого халифин, да, я говорю, вот это поле, ты мне даешь это поле, а я мой там сундучок, который там, где-то, чего-то, он будет твоим, и мы типа поменялись. Ну, или я предлагаю другой какой-то надел, да, который у меня, а это будет теперь мой надел, а тот будет твой надел. И можно было бы считать, что такой способ можно использовать и здесь, но внешна формулируется вот таким вот образом, говоря о том, что вот эти три, для того, чтобы, собственно говоря, исключить именно вот такой вот способ, способ, который называется халифин. По-моему, добавляет, что, вообще-то говоря, это можно было выучить и иначе. И, кроме всего прочего, можно сказать и так. Вот этот самый обмен халифин, он возможен за, когда речь идет про сумму, меньшую, чем прута. Это вот маленькая как бы единица денежная. Я могу поменять, да, не знаю, шариковую ручку, там, на карандаш, или что-то такое, это тоже халифин. Это, предположим, что это стоит меньше, чем прута. А женщину невозможно приобрести меньше, чем прута. Про это нам тоже сказали, да, то есть меньшая сумма, она не годится для совершения вот этого акта. И отсюда, собственно говоря, можно было бы заключить, что вот этот самый обмен не годится. Здесь есть, конечно, сложность, да, какая сложность? Если это так, если это можно выучить таким вот образом, то тогда, собственно говоря, у нас нет ответа на вопрос, что же исключает три с точки зрения Рава Уны, то есть Рава Уны, который говорил о том, что хупа вполне нормальный еще один способ приобретения, который легко выводится из вот этих три, то есть эти три, они дают возможность в виде заключения, в виде определенного рода силогизма заключить, что хупа тем более. А вот халифин, да, то есть обмен, это исключает. А если здесь есть другой способ выучить, что обмен исключен, то это непонятно, да, от ответа на вопрос, что же имел в виду Рава Уна. Нет, то есть Талмуд как бы его, в каком смысле, подсекает, хотя ничего об этом нам не говорит, просто говорит, ну, а тем более, вот смотри, ну, если тем более, то чёшь тогда, да, нет ответа, нет ответа в Рава Уна. Про это нам ничего там не говорит, молчит, просто немножко ввел нас в растерянность и больше ничего не сказал. Но вместе с растерянностью нам предложили, собственно говоря, что нам предложили еще два способа. Ну, как предложили? Сказали, что, в принципе, можно было бы о них подумать. Это хупа и халифин. И, естественно, возникает вопрос о вот этом статусе этих двух способов, да, что они, собственно говоря, подразумевают. Ну, например, хупа. Что такое хупа? Хупа у нас есть во многих трактатах, да, ассоциация такого рода. хупа – это, например, скиня, да, скиня – это хупа, мешка. Или храм. Храм – это тоже, в общем, хупа. Или сука. Сука – это тоже, в общем, хупа. Бог ставит Моисея в Васильеву скалы и его мэхасы, да, покрывает его, то есть делает ему своего рода хупу или суку, да, сквозь которую, значит, он видит его сзади. И получается, что, ну, есть мнение Равауны, понятно, что это как бы свадьба, да, то есть понятно, что это обретение, приобретение женщины, а большинство мудрецов считают, что нет, что таким образом не осуществляется приобретение, то есть тогда получается, что это что-то другое, да, а что же это другое? Что такое хупа в таком случае, если это не не акт, который делает женщину, народ Израиля, да, не превращает его в жену. Ну, мы можем задуматься об этом, да, то есть действительно построение Скини или построение храма, который был построен, да, Соломон, но Скини раньше устанавливается Моисеем, это, в общем, нечто иное, можно было бы сказать, да, вот сейчас мы продумываем как раз этот момент, что значит иное. После того, как Бог Магарисиной дарует Тору, Тору мы можем ассоциировать легко с документом, правда же, да, вот, с помощью документа приобретается. Мы не знаем пока аналога деньгам, денежным, да, вот этому денежному приобретению, но аналог документу и половому акту у нас есть, да, потому что дарование Торы на Магарисиной, собственно, описывается как половой акт между Богом и народом Израиля и Тора, который является, собственно говоря, документом. Это тоже, в общем, да, то, что символизирует собой, да, этот самый статус народа Израиля в качестве жены. А уже потом Бог говорит о том, что вы построите мне скинью, в которой я буду жить. То есть, получается, что хупа, она является уже, она не является, собственно говоря, тем символом или тем актом, который переводит взаимоотношения между мужчиной и женщиной в режим супружеской пары, а является началом жизни этой супружеской пары, скорее так, да, то есть, поэтому хупа это как бы уже дома, то есть, они должны до этого, в каком смысле, оказаться соединенными, пусть, как мы поняли, в неопределенной какой-то пока форме, да, которая требует процесса какого-то, но этот процесс начинается, собственно говоря, вот с дома, и тогда хупа символизирует именно это, символизирует уже совместное пребывание скорее, да, нежели начало этого пребывания, то, что задает, собственно говоря, является отправной точкой, что ли, этого процесса. Так можно было бы рассуждать относительно хупы, относительно вот этого самого метода халифин, обмена. здесь, в общем, на метафорическом уровне довольно сложно сказать, что, собственно говоря, можно менять на что, то есть, что можно было бы предложить, да, для того, чтобы взять в жону, предположим, народ Израиля. Ну, первое, что приходит в голову, ну, например, землю Израиля, да, ведь Бог обещает землю Израиля, сады, сады и фронт, то есть, поле, которое покупает Авраам, это поле, да, которое является, собственно говоря, ну, некой точкой, из которой вырастает, в каком смысле, земля Израиля, да, или определяется ею, наговорили об этом в самом начале. Поэтому можно было бы сказать, что приобретение народа Богом было бы возможным, мы могли бы подумать, что скоро поле можно приобрести с помощью этого самого халифа, но можно предложить, он говорит, ну, хорошо, вот вам, я даю землю, и вы будете мне моим народом. И такого рода слова мы находим в Писании тоже, да. Но исходя из того, что здесь говорится, это не метод, опять же, приобретения. Это что? Это это тоже, по-видимому, какой-то этап совместного существования или что-то в этом роде, да, то есть тоже своего рода дом, да, потому что на этой земле и строится этот самый дом в итоге, храм. То есть хупа строится, по сути дела, на этой земле, но эта земля не является тем, что обеспечивает приобретение народа Израиля. Она может быть обещана, но не в качестве того, что является залогом как бы приобретенности народа. То есть эти, видите, да, все эти мысли, они возникают благодаря чем? Благодаря тому, что мы изначально Калмут нам намекнул, и мы на этот намек приняли, не знаю, все приняли, все приняли намек на то, что здесь есть метафорический уровень, и он, видите, он все время как бы оказывается в определенном смысле работающим. Это значит то, что касается вот этих двух моментов хупа и халифин. Теперь нам говорится о концовке, потому что в концовке сказано, что есть два пути приобретения женщины самой себя, когда она снова обретает себя, и там у нас что? Это либо разводное письмо, либо смерть мужа, и тогда она становится самостоятельной. Ну, и Талмуд задает аналогичный вопрос, да, меня надо сейфа, лемиута и май, лемиута и халица. То есть, что, собственно говоря, исключает эти два способа, два пути, которым женщина приобретает самую себя, это исключает халицу. Что такое халица? Халица – это некий ритуал освобождения мужчины от обязанностей взять в жены вдову своего близкого родственника, брата изначально. То есть, если брат прожил жена какое-то время, у них не было детей, брат умер, то его брат должен взять в жены вдову. Это называется ебун. Есть трактация посвященная ему, называется ебамат. Если же этот мужчина не хочет брать жены эту женщину, то происходит обряд называемый халица. Она снимает с него халицит. Почему халица? халица снимает с него сандаль и говорит вот так будет с каждым, кто. Видимо, это как бы некий позорный жест, позорящий этого мужчину. И после этого она становится как бы нет никаких обязанностей. В каком смысле можно было бы сказать, что она приобретает самую себя. После того, как произведена вот эта самая халица, теперь она просто обычная вдова, на которой может жениться любой другой человек. А вот этот ибум, он оказывается несостоявшимся. Так вот, нам говорят, что указаны два способа приобретения самой себя для того, чтобы исключить вот этот самый момент, который называется халица. «Ну хорошо, почему бы вдруг я мог подумать». Вам говорит «Мутсалка да тах амина титый бекаль вах омер мия вама мая вама ши на йоц а бэ гет йоц а бэ халица зош йоц а бэ гет и нодин ш йоц а бэ халица нам приводит рассуждение, которое мы могли бы построить этот самый силогизм к альвахомер от легкого более сложному мы могли бы рассуждать следующим образом. Опять вот эта салка да ата хамина скочит тебе в голову сказать, что мы можем вывести это из женщины, которая нуждается в ливератном браке. и рассуждение могло быть таким, что вот эта самая женщина, которая в принципе это вот эта самая вдова, она и называется Евама, она как бы от мужа она вышла не с помощью гетта, а вот с помощью халицы она может как бы освободиться, то есть что насчет мужа вышло, там же сказано в Мишне, что она приобретает себя после смерти мужа, но если у нее не было детей и есть вот этот самый родственник, брат там какой-то, она в каком смысле не вышла, она не лишилась своего статуса, но в определенном смысле связанной с семьей умершего мужа женщины, она связана каким-то, какой связью, вот этой связью нависшего на дне либератного брака, ей нужно теперь выйти замуж за вот этого самого брата, который восстановит семя умершего, и она выходит не благодаря разводному письму, но если она производит эту процедуру холицы, то есть если ее значит я вам и тот, кто должен взять ее в жены отказывается, то она окончательно выходит. А теперь мы могли бы сказать, что коль скоро вот эта женщина, которая без гета, без гета освободилась от мужа, но не от его семьи, то та, которая выходит с помощью гета, разве не должна она выйти с помощью холицы? Туман, да, то есть здесь нас Талмуд как бы приводит в некое замешательство. Почему? Потому что давайте я прокручу, забыл прокрутить. Вот. Мы сейчас здесь находимся, вот этот фрагмент. да, и как раз мне сказали, хорошо бы поменять текст на экране, вот я поменял, сам заметил, потом прочел замечание, спасибо. что делать здесь Талмуд говорит следующее. Талмуд говорит, что женщина, которая обязана вступить в левератный брак, она в общем покидает своего мужа, шумер, не за счет гета и может себя обрести с помощью халицы. Теперь, если мы говорим просто о женщине, которая не имеет обязанности левератного брата, может быть, мы и про нее скажем, что она тоже может с помощью халицы выйти, разорвать как бы свою связь с мужем. Но удивительным же здесь что является, что вообще-то говоря, закон халицы касается только женщины, над которой нависла вот эта возможность левератного брака. И поэтому сама процедура халицы непонятно к чему относится. Давайте мы можем прочитать как бы перевод, нам не сильно поможет. Но давайте прочитаем. Если Евама, которая не выходит на свободу при помощи гетта, то есть если вдова должна пройти бум с братом умершего мужа, она не может освободиться от такой необходимости, даже если получит от этого брата гетт. То есть он не может ей дать гетт, вот этот брат умерший. Он должен что? Вот процедура этой халицы и тем не менее она выходит при помощи обряда халица. Ну вот обряд халица ее освобождает от ее освобождает на самом деле этот обряд освобождает этого самого брата от необходимости взять ее в гону, но и заодно она тоже освобождается. Теперь нам говорят, что это замужняя женщина, которая выходит на свободу при помощи гетта, тем более может выйти при помощи обряда халицы. Видите, нам перевели, я собственно тоже это сказал, но какая халица? То есть лохлот она должна чей ботинок она должна лохлот вот эта замужняя женщина, которая выходит на свободу при помощи гетта, потенциально выходит на свободу при помощи гетта, вот замужняя женщина. Мы говорим, что она приобретает себя, да, если мы вернемся к книжке, значит, она эта сама бэгет убэмитат абаадь, то есть с помощью гетта она себя приобретает и по смерти может. И теперь Таламуд нам выстраивает какую-то невероятную как бы конструкцию, да, он говорит, если вдруг вскочит твою голову, но вскочить такое в голову не может. Почему? Потому что сам по себе обряд халица он связан с этой ситуацией, с ситуацией вдовы бездетной, над которой навис этот самый Ибун. Она снимает ботинок кому? Снимает ботинок вот этому своему потенциальному мужу, который отказывается от того, чтобы взять ее в жену. А если речь идет просто про женщину, которая теоретически может выйти с помощью гетто на свободу, то есть освободиться от мужа с помощью гетто. И Талмуд говорит о том, да, не может с помощью гетто выйти, а с помощью халицы выходит. Неужели же эта, которая может выйти с помощью гетто, не может выйти с помощью халицы? Но халицу непонятно, кому она должна делать. Я ясно объяснил эту ситуацию. То есть та, над которой навис вот этот либератный брак, она делает халицу тому, кто отказывается взять ее в жену. А кому будет делать халицу женщина, ну, просто замужняя женщина, которая хочет, ну, предположим, хочет, не хочет. Здесь же нет, ее желание зависит, смерть мужа это не ее желание, и гет тоже это не ее желание, это желание мужа, но она себя приобретает после того, как это произошло. А халицу это она сама может сделать. И здесь получается удивительная штука, которая говорит нам, предлагает Талму, да, вот это рассуждение, да, удивительное. Она что, своему мужу просто может снять сандаль, сказать, все, до свидания? Потому что нет пока нависшего ливератного брака, да, если нависший ливератный брак, то это случай вот этой самой женщины, которая называется Евама, да, то есть бездетная вдова. А если речь идет не о ней, а просто о женщине, нам говорит Талму, то, может быть, она могла бы выйти с помощью халицеи, ну, так, оказаться в своем собственном владении. И невероятность как бы вот этой ситуации, она на самом деле рисует такую сложную картину, да. Сложная картина состоит в том, что как бы Талму допускает предположение о том, что обряд халица, вот снятие этого самого ботинка, да, может производиться не только с того, кто обязан взять ее в жены, а и просто с ее мужа. То есть женщина срывает с мужа ботинок и до свидания. Но тогда получается, что это в каком смысле инициатива женщины. Ведь во всех случаях, да, как я уже сказал, разводное письмо это инициатива мужчин. Смерть это ну неизвестно чья инициатива, но муж умер, все, до свидания. Халица это тоже инициатива мужчины. Мужчина говорит, нет, я эту даву, в смысле жену своего брата, жены брать не буду. Тогда ей, ей, женщине разрешается произвести вот эту процедуру, то есть инициатива переходит к ней. И я мог бы подумать, то есть ли в случае либератного брака у женщины может быть инициатива отказа мужа взять ее в жену, к ней переходит инициатива в каком смысле разрыва, то есть вообще-то он разрывает, но формально акт разрыва совершает она, снимая с него этот ботинок, то я мог бы подумать, говорит Талмуд, что она могла обладать бы инициативой и в регулярном случае, без всякого левератного брака. Почему, собственно говоря, у нас вот эта тема здесь всплывает? Во-первых, она всплывает, потому что в самой Мишне после того, как рассказывается, вы можете открыть самое начало, а я должен открыть, и вы давайте вернемся. Значит, вот вот здесь, да, она это ЦМА приобретает себя при помощи ГЕТО или смертью мужа. Есть продолжение. Продолжение какое? Заключение Мишна приводит закон о Еваме, то есть вот этой женщине, которая должна выйти за брата своего умершего мужа. Согласно Тории, если у умершего остался брат последний, обязан взять живого это то, мы сказали, да, и как это происходит, Ивама приобретается Ивамом при помощи близости, то есть полового акта, такое приобретение называется Ебум, и все, да, то есть нет ни документа, ни денег, то есть она в каком-то смысле, она уже с ним связана, связана с семьей своего мужа, и вот этот один представитель из этой семьи берет ее как бы женой, и акт того, как она становится его женой, она становится за счет полового акта, а в то же время говорится о том, что Ивама выкона этот сма приобретает себя, то есть может стать свободной, с помощью холицы, ибо метат ая вам, то есть если умирает этот еще один да, умерший, то она приобретает себя или она производит самую процедуру холицы. Теперь здесь уже у нас есть. Спасибо. Спасибо. И здесь у нас вот этот обряд Халица, который касается только женщины, снимающей сандаль тому, кто отказывается взять ее по статье либератного брака, Талмуд неожиданно предлагает подумать, да, ты мог бы подумать, но вроде бы такое не могло прийти в голову, да, как бы скоро эта процедура описывается для либератного брака, то трудно себе представить, что эту процедуру можно перенести на обычные отношения. Взялся, снялся, сняла, так сказать, сандаль с мужа и все, и освободилась. И, тем не менее, Талмуд рисует вот такую невероятную картину, что ты мог бы подумать, да, построив такой вот силогизм, ты мог бы об этом подумать, и для того, чтобы ты об этом не подумал, говорится о том, что женщина себя приобретает двумя путями, а не тремя. И Халица в случае регулярном не потребляется. Значит, сама по себе вся эта тематика, да, тематика либератного брака, она у нас имеет тоже некий подтекст определенный. А у нас уже время истекло. Этот подтекст, я просто скажу сейчас два слова, мы в следующий раз более подробно это разберем. Подтекст связан с книгой Рут. У нас Рут, моя витянка, значит, возвращается вместе с Наоми своей свекровью в землю Израиля, и у нее там оказывается, что есть некто, некий Гоэль, то есть избавитель, его зовут, Боас, который берет ее в жены. И эту книгу, как вы, наверное, знаете, читают на Шавуот, на оборудование Тор. То есть и рассматривается как бы сама по себе эта история, она рассматривается тоже как некая метафора взаимоотношений Бога и народа Израиля, где происходит довольно сложная, представим, Рут же, моя витянка, то есть это как бы вроде бы не принадлежащая народу Израиля девушка, которая становится прародительницей царя Давида. И то, что этот самый Боас, который творически, может быть, соотнесен с Богом, берет ее в жены, это на самом деле не что иное, как самый ливератный брак. И там есть описание того, как один из более близких родственников отказывается взять ее в жены, и она как раз производит вот этот самый обряд Халица. Ну, вот я сейчас просто намекнул на это, да, мы в следующий раз более подробно об этом поговорим и проясним, может быть, вот этот удивительный на самом деле пассаж Талмуда, который говорит о том же, я мог бы подумать, что она с помощью Халицы может освободиться от мужа. Да, Илья? Ну, раз уж мы стали проводить параллели, метафоры здесь кажутся очевидными, не могу доформулировать для себя, как процесс развода, в частности, Халицы или других процедур, можно перенести на народ Израиля отношениях с Господом. Да-да-да, в следующий раз мы как раз поговорим, я поэтому упомянул про книгу Руд, да, и про то, что это, собственно говоря, может значить на метафорическом уровне. Предварительно кажется, что очевидно, что, естественно, мы можем как бы, наши пути могут разойтись при определенных обстоятельствах, но чтобы вот снимать обувь и прочее, это вот пока не ясно. Ну да, да, в следующий раз мы как раз об этом поговорим, у вас есть возможность в неделю поразмыслить. Мне кажется, что вот если женщина снимает обувь мужчине, да, это как просто как намек, что она хочет развестись, а все равно итоговое решение дать гетто или нет, это уже за мужчины или нет, или она сняла ботинок и уже все как бы считается разведенной. Нет, она не считается как раз разведенной. Нам говорят, что я мог бы подумать, что такое может быть. А как я мог бы подумать, в общем, никак я не мог бы подумать, потому что, в принципе, нет такой процедуры. Ну, просто, например, там у мусульман, да, если снять ботинок, да еще и закинуть его в ком-то там и так далее, да, это считается высшая степень неуважения и позор, да, и здесь, наверное, тоже что-то такое, да, снять ботинок, это все там, значит, муж уже совсем провинил. Вот нам говорится, что можно было бы подумать, что она может себя с помощью такого акта освободить от мужа. Ну, вот мы в следующий раз обсудим, как, собственно говоря, вдруг Талмуд докатился до такого допущения. Еще трех поте пару слов. Да, да. Тут, как бы, мне, как бы, казалось бы, что путь – это, значит, приобретение жены, она соответствует, как бы, определенной покупке, то есть есть какая-то, что-то за это дается, либо монета, либо штар, то есть дуба, либо семя мужское, она тоже имеет определенную цену, потому что родится ребенок, он имеет цену, а сейчас это уже и реально семя имеет цену. То есть что-то он дает, и он получает за это жену. В обмене такого нет, потому что за что-то он получает что-то, а не жену, то есть какой-то, может быть, сказать. А в смысле Хупы тоже никакого ничего не дается, значит, он не может купить жену, потому что он ей полотнище отдаст, это другое дело от Хупы. Значит, тут, как бы, понятно, что Талмуд, чем он занимается, вот я как раз хотел сказать, то есть по-простому, значит, да, тут это чисто мнемонический момент, то есть говорится три, потом перечисляется, потому что это лучше запоминается и так далее. Но я так понял во всех этих случаях, во всех моих вопросах, что есть какое-то преднамеренное, то, что называется, остранение, то есть делается такой вот выбор и такой ход суждения, который привлечет внимание или возбудит интерес, и что вот это один из моментов в учении Талмуда, значит, для того, чтобы как бы затравить кому-нибудь беседу и стать искать какие-то оригинальные решения. И таким образом… Да, именно вы совершенно правы, да, я думаю, что так оно и есть. Мне кажется, вы совершенно правы. Про поводу Хупы и Халифин тоже согласен, действительно, можно говорить о том, что нет акта давания со стороны мужчины какого-то, да, и именно поэтому они не являются приобретающими. Ну а насчет остранения абсолютно согласен, да, именно так. Ну хорошо, теперь легче стало. А можно еще вот вопрос быстренько? Вот по поводу Этрога, да, там было… вот когда мы читали бароход, да, Трактаду бароход, в начале были вот эти все четыре вида растений, и там было сказано, что каждое из этих четырех видов растений олицетворяется, ассоциируется с определенным типом человека. Значит, мудрецы считают, что каждому из четырех видов растений соответствует определенный тип евреев. А Этрог – это те, которые преуспели в выполнении заповедей и познании Торы. И вот когда мы сейчас читали, да, про Этрог, это как-то и с этой женщиной потом как-то это все связано, наверное, может быть, или нет? Насколько это связано? Ну, да, не лишним было бы упомянуть о таком известном Медраше, да, где Этрог, ну, все-все виды, которые во время праздника Суккот, четыре вида растений, они действительно… есть такой Медраж, они ассоциируются с разным типом представителей народа Израиля. И это есть, можно ли здесь каким-то образом это соотнести, не знаю. Но вспомнить об этом не лишним. Хорошо, ладно. Если можно, одно маленькое замечание, ну, то, что замечание, да, Эара, замечание. Может быть, я пропустил что-то. Известно, что есть что-то потрясающее совпадение на слух, во всяком случае, русского языка и иврита, да, типа прурву-прорва, там, дырак-дорога. И вообще есть люди, которыеставляют списки. Может быть, я вас пропустил, но меня вот всегда поражало слово «супруга». Слово «супруга» потрясающе, как бы, по-моему, ложится на эзер-каникдот. Потому что «су» как бы супротив, «пруга-упруга» – просто суперперевод. Даже не перевод, а смысловое сочетание, нет? Еще про «ебом» что-нибудь расскажем. А, ну, да, это известно. Да, на «фопруг» говорил, блядь, известно. Да. О, это известно. Окей. Хорошо. Окей. Хорошо, счастливо всем. Всем счастливо. До свидания. Пока. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.